ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОИЗОШЛИ СОБЫТИЯ В ХАБАРОВСКЕ Произошли события в Хабаровске, связанные с арестом губернатора. И многим кажется и очень хочется, чтобы эта волна протеста смела нынешний поганый режим Путина. Окупационный режим, русофобский режим, воровской режим. В общем, все эпитеты, которые можно только придумать по отношению к этому режиму, мы можем высказать. Но это не меняет того факта, что все сепаратистские движения и всплески на Дальнем Востоке инспирированы именно этим самым режимом. И губернатор, который арестован, является креатурой этого режима, то есть воров и изменников. И ничего там позитивного не было и быть не может. Кто-то использовал этот повод, чтобы выйти на улицы, потому что при смене власти еще все достаточно шатко. Кругом креатуры фургала стоят. И кто его знает, как дальше дело повернется. Поэтому и полиция не разгоняет митинги, пусть даже они не санкционированы. Ну попробуйте в каком-нибудь другом месте провести митинг даже не такой численностью, как в Хабаровске, а пусть это будет митинг на 10 человек. Вы все будете арестованы. А организаторы еще и получат определенную меру ответственности. А в Хабаровске можно. Почему можно? Потому что этот режим в течение длительного времени готовит то же самое расчленение России, которое уже один раз состоялось в 1991 году. Кому-то может быть кажется, что это не выгодно всем. Нет. Есть люди, которым это выгодно. Которые на этом распаде наживутся. Особенно если это будет проведенный ими распад. Если они будут знать, где и в каком месте сконцентрируются ресурсы, которые они своруют и разграбят. Кому война, кому мать родна. Есть такая пословица. А что это означает? Что кто-то припеваючи живет и наживается на народных бедствиях. И эти бедствия нам готовит режим Путина. Я на своем опыте убедился, что дальневосточные правители, дальневосточные ФСБ готовятся, готовят Россию к очередному расчленению. Распад СССР для кого-то был настолько сладок, что эти люди превратились из ничто, из ничтожеств. Типа там Германа Грефа или там Чубайса или и других целой цепочки. Они превратились в хозяев жизни, в миллиардеров, в крупногосударственных деятелей, из ничтожеств, из грязи да в князи. И то же самое готовится при распаде Российской Федерации. Он просто уже заложен. Макет государственности Российской Федерации один в один точно такой же, как макет СССР. Та же самая единолично правящая партия, та же самая тупая, абсолютно бесперспективная идеология и тупица во главе. Все, тупица, изменник и вор во главе. Все абсолютно воспроизведено только на более низком уровне. И распад Российской Федерации предопределен правлением этих людей. Если мы не сметем их в ближайшее время, но только, конечно, не их же собственными руками этого не произойдет. Россия распадется. Они уже все подготовили. Они подготовили эти изменники. На этом и наживутся. Они получат кто-то свои 30 серебряников в виде гонорара, а кто-то станет очередным миллиардером. И уедет отдыхать на Лазурный берег, как многие из тех, кто грабили Россию в 90-е. И теперь припеваючи живут, награбив и себе, и всем своим потомкам достаточно. И вот таких же грабителей сейчас в системе государственной власти при Путине полно. Измена и воровство – это суть этого режима. Мы не должны быть такими, как они. Мы должны в своем сердце, в своем сознании нести настоящую Русь, настоящую российскую государственность. И ни в коем случае не поддерживать никаких сепаратистских движений и лозунгов вроде того «Долой Москву!». С этим выступают в Хабаровске. Не случайно этот лозунг возник. Не потому что ставленники Москвы там, на Дальнем Востоке. Они и должны быть ставленниками российской, русской государственности и никакой другой. А потому что в головы людей внедряют готовность к отделению от России. Реально опасность антигосударственного мятежа, который приведет к расчленению Российской Федерации. Второму расчленению России. И это будет гибель не только экономики. Это будет гибель всей нашей жизни. От России не останется ничего. Историческая Россия уходит в небытие. Она уже сейчас ушла из системы государственной власти. Ее там нет. Память о том, что должно быть восстановлено в России, есть только в нас. Ее нет ни в Путине, ни в одном его соратнике, ни в одном его стороннике. Только противники нынешнего режима способны восстановить Россию. Поэтому мы должны сплотиться, организоваться прежде всего в общественные структуры, которые отстоят Россию, которые не позволят сепаратистам ее расчленить, которые вернут народу собственность и власть в том виде, в котором эта собственность и власть существовала и была у народа. Народная власть – это народная монархия, это православная традиция, это русское национальное государство, русская государственность, при которой хорошо, достойно живется всем народам, которые заодно и вместе с русским народом. Россия, русская власть, слава Руси!